Я бы хотел поговорить сегодня о дыхании, о вокальном дыхании, о просто дыхании, о дыхании волевом, о дыхании сопряженном с трудностями, связанными с мышечными зажатиями, в общем, дыхание такое приспособление на самом деле, мышечно-каркасное, это такое ветродуй, можно его назвать, если правильно заключить, то в принципе это называется компрессор. Вот, кстати говоря, если задуматься о том, как устроен строительный компрессор, то можно и понять механику и физику человеческого дыхания. Что мы, собственно, делаем, когда поем? Мы дуем, но вот когда этот воздух, этот столб воздуха, обычно так говорят, встречается с гортанью, с гортанью, тут и происходит самое интересное, чудесное превращение воздуха в физический звук. То есть, если просто пропускать воздух, это будет такой беззвучный шип, как змей шипят. Почему змей шипят? Подозреваю, что у них просто отсутствует гортань. Интересное соображение. Ну так вот, гортань – это такое устройство любопытнейшее, в котором еще много загадок. На самом деле, механизм действия некоторых из них, некоторые механизмы до сих пор до конца не изучены. Вернее сказать, не разгаданы. Парадокс заключается в том, что существует какая-то мышечная работа в области гортани, и в то же время существует некое ощущение, как бы мы отпускаем мышцы на свободном дыхании, на свободное падение, как говорится. И это такое двойное взаимопротиворечащее действие – мышечная работа по какой-то работе гортани. То есть, мышцы напрягаются в той области, когда там, скажем, связки нужно затонировать в тот, вот таким образом, скажем так, как-то так немножко растянуть их, когда мы пойдем наверх. И в то же время, если зажимать гортань, фиксировать, так, скажем так, то звук станет плоским, зажатым, и в то же время неинтересным. То есть, получается, самое интересное искусство вокальное заключается, то есть, звукоизвлеченческое такое именно искусство заключается в том, чтобы одновременно уметь и расслабить мышцы, и их напрячь. Но где именно это происходит – это, конечно, дело долгих упражнений. Упражнений, конечно, под наблюдением опытного звукоизвлеченца, скажем, педагога вокального, если быть более точным. Ну так вот, ведь дыхание – это тоже определенная работа мышц. То есть, конкретно этой вот куполовидной мышцы, которые мы еще называем диафрагма, так называемое межреберное диафрагмальное дыхание. Но как-то упускается нервная работа. То есть, в принципе, как и в гортане, так и диафрагмальная работа мышц, она ведь тоже не преследует постоянное напряжение, расслабление всех мышц этой куполовидной мышцы. И я же с ними. Здесь тоже разграничивается работа напряжения одних и расслабление рядом лежащих других. Это уже совершенно точно по опыту, по моему собственному. То есть, как у дельфина, например. Одно полушарие, когда спит, другое бодрствует. Для того, чтобы остаться в живых в океане, нужно контролировать ситуацию. Вдруг там акула подплывет или еще кто-нибудь подплывет и кушнет. Тут так же примерно. То есть, чтобы постоянно подавать дыхательную струю, мышцы не должны уставать. А что происходит, когда мышцы устают? Все очень просто. Они зажимаются, конечно. Они начинают болеть. Они вырабатывают свой ресурс. Безусловно, без тренинга здесь не обойтись. Особенно в академическом вокале, в академическом пене. Ну и вот. Когда мы достаточно долго уже тренируем эту дыхательную, эту воздушную струю, нужно непременно думать, что ты в звук организовываешь только этой струей. И психологическая установка должна быть, что ты непременно что ты непременно как бы сказать, что ты непременно делаешь эту струю способной все время быть проточной. То есть, не стоячей водой, там, все время в движении. Итальянцы, например, все время каким-то образом постоянно в себе культивируют этот проток. Проток не только физиологический и физический, но и какой-то эмоциональный, какой-то даже философский проток постоянный. То есть, они делают звук, я имею в виду итальянцы, они больше его делают с точки зрения психологии, с точки зрения физиологии, конечно, и с точки зрения эстетики. А это все как бы вместе, эти все три названия, а это получается такое ощущение желания проточности. Очень хорошо Поворотте это вот прямо вот показано. Он показывает, как он это делает прямо вот на на кантилиенных произведениях каких-то, на, скажем там, любое произведение его взять, и он всегда прикасается к звуку таким каким-то дыхательным, проточным, таким безостановочным звуком. И это очень как бы нравится, потому что любой такой звук, он свободен, он не силовой, он какой-то воздушный и не позволяет подумать, что человек поет за счет какого-то напряжения, силы. То есть, вот это вот воздушная струя, она позволяет в гортане поддерживать некий такой фонтан, как вот Мюнхгаузен на фонтане летал к Джину в мультфильме Мюнхгаузен. Вот. Ну вот что-то какое-то такое вот ощущение. Мюнхгаузен 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 Мяу-мюнхгаузен Мюнхггер Мюнхгер